Перед просмотром видео хочу рекомендовать вам игру, называется «Викинги. Война кланов». Это отличная игра, чтобы позалипать после трудового дня. Викинги похожи на те самые стратегии из 90-х и 2000-х, только наконец-то на мобильном и к тому же онлайн. В игре зачастую происходят просто нереальные по своим масштабам битвы между странами на миллионы игроков. Это действительно круто, в этом здорово участвовать и очень радует графика, такой редко увидишь в мобильных играх. Сейчас при скачивании дают 200 золота, скачивание это всего 30 секунд и также есть ссылка для ПК, там тоже есть свои бонусы. Подъезжаешь такой на заправку на Панамере, мне 95 на 300. Если ездить на этой машине как обезьяна, то яма-то канава, постоянно гас тормоз, то она вам будет платить соответствующие монеты. Я слышу, я вижу, я чувствую, я все делаю. Что бы Порше не делала, все равно получается спорткар, но место заколдованное. Когда Панамеру в 2009 году только представили публике, любители Порше не поняли, а что это вообще было? Ну ладно, мы простили вам Каен, а это-то что? Ответ прост, если бы не Каен, финансовое состояние марки было бы уже давно в большой глубокой яме. Каен просто спас ситуацию и бренд от смерти. И ради этого, собственно, появилась также и Панамера. И как бы оправдываясь, сразу производитель поставил на эту машину только самые мощные моторы. Которые, как оказалось традиционно, для России не очень-то и подходят. Ни один, и ни два, и ни пять раз эти машины приезжали на замену мотора. Чемпионом в этом отношении являлся, конечно же, вот такой 4.8. В8 как атмосферный, так и турбированный, 500-сильный. Задиры в цилиндрах, та же проблема, что и у Каена, да и мотор практически тот же самый, немножко модернизированный. Почему это происходит? Почему это так часто у нас происходит? Правильнее сказать, почему в Европе это встречается реже? Самое очевидное предположение сервисменов, это хреновое топливо. Даже у нас в больших городах. Мотор от него немного-немного детонирует. Юбку поршней задирает цилиндр и царапает его. Это все микроны, но этого достаточно для того, чтобы со временем мотор начинал потихонечку поджирать масло. И это момент, когда вам пора напрячься. Причем, если он жрет литр на тысячу, это нормально. А вот если больше и значительно больше, это капец. А задиры в цилиндрах, это капремонт. Непредсказуемо когда, и главное, что непредсказуемо на сколько. Где-то от 300 до 500 тысяч рублей, в зависимости от подхода. И вот здесь вот таится опасность, друзья мои. Вы можете взять машину, подержанную Панамеру, вот с таким вот ремонтным мотором. Где, например, ради экономии решили не менять прокладочки, а посадить их на герметик. И вы этого не узнаете никогда, глядя вот на такой красивенький мотор. Вы это узнаете потом, когда капремонт придется делать повторно. В общем, гильзование вам поможет, друзья мои. И, конечно же, гарантия, продленная гарантия. Ее можно здесь продлить за ваши, конечно же, денежки на 10 лет. И после этого просто не кашляй. А 3.6, кстати, 300 сильный, является самым распространенным после вот этого мотора 4.8. То есть этих машин тоже достаточно много. И у них на самом деле все те же проблемы, что и у мотора 4.8. Потому что это V6, который является абсолютной копией V8. Просто у V8 отпилили два цилиндра. То есть все проблемы, о которых я рассказывала, рассказывая про V8, есть у V6. Здравствуй, гильзовка. Есть, кстати, очень хороший вариант мотора, который редко встречается, поэтому о нем мало и говорят. Это дизельный, 250 сил, ребята. Вроде как для Панамеры не солидно, да пофигу мне. Я бы взяла именно такую машину, потому что там мотор хороший, он условно вечный. А основные все-таки самые дорогие проблемы здесь с мотором. Хотя нет, по поводу взяла вру, не взяла бы. Потому что те машины бывали только заднеприводными. Не пойдет мне заднеприводных, я не люблю. Как вы уже, наверное, поняли, от классики в расположении мотора пришлось отказаться. Точно так же и привод здесь исключительно задним бывает очень редко. Такие машины есть в природе, но немного. В основном все Панамеры полноприводные, да еще и на пневмоподвеске. Встречаются в природе иногда и на обычной, но тоже редко. У нас нет камеры в этой машине. Ну нету, ребята. Я не знала, что такое бывает в Панамере. Здесь только парктроники. Если говорить о других Панамерах, сплошь и рядом собственники говорят, что, по крайней мере, вот эти первые машины до рестайлинга с такой говеной камерой, то есть они понатыканы везде, со всех ракурсов, но они прям хуже, чем у корейцев. Если у вас пневмоподвеска, где-то к 100 тысячам пневмобаллоны начинают подтравливать. Вы этого, конечно же, не заметите и не подумайте о том, что компрессор-то начал качать всегда. А значит, очень скоро он у вас выйдет из строя. Его придется купить новым, а стоить он будет где-то 1060. И это дополнительно к пневмостоечкам. Первое, что бросается в глаза, когда садишься в этот автомобиль, это увеличенный телефон верту вместо центрального тоннеля. Привет, Антоша Воротников, кстати говоря. Было у меня такой телефон когда-то, пока мне не надоело. Было жалко и просто его выкинуть, потому что он мне был подарен, и стоил он 7 тысяч факен долларов! 7 тысяч долларов! Все уже ходили с нормальными смартфонами, а я как дура ходила с верту. И вот, видимо, для тех, кто сейчас со смартфоном, но хочется вспомнить те золотые времена, когда было очень понтово, тяжелейшую дубовую хреновню выкинуть на стол в ресторане, для тех вот здесь вот есть свой увеличенный верту. Есть тут также в богатых комплектациях и телек, но по признанию владельцев он умно. У Panamera Turbo, кстати, некоторые расходники, ну просто очень дорогие. Например, тормозные диски, а здесь они в прямом смысле расходники, они очень часто греются и деформируются. И, кстати, не подлежат гарантии. Они стоят чуть ли не по полтиннику. Ну это капец, ребята, просто. Раз тормозные диски поменять, раз так на соточку только на одну ось. Ну прикольно же, да? Дилер разводит руками. Ну так вот, ребята, вот так получилось. Поставьте карбоновые, которые еще дороже, и будет вам счастье. Они чуть ли не вечные. Что касается интерьера. Ребята, сидеть очень удобно, безусловно. Шикарно? Ну да, шикарно. Вопросов нет. Только вот что меня удивило. Роль поскрипывает. И есть какие-то звуки. Звуки от консоли. То есть здесь живут жучки. Это удивительно для меня. Я не ждала, что здесь я могу их встретить. Но, правда, относительно шумоизоляции все просто прекрасно. Слышно только вот этот вот басистый, прекрасный, очень благородный звук V8. Передние фары. Передние фары здесь просто мечта гопника. Они снимаются элементарно. Проще, чем у Каена. Ну, воруют их, конечно, пореже, чем у Каенов, потому что Панамера не так распространена. Но, тем не менее, у этой машины они специальным образом закреплены. Так что, не пытайтесь даже. Если ездить на этой машине как обезьяна, то Яма-Токанава, постоянно гас тормоз, то она вам будет платить соответствующие монеты. Она будет плакать, рыдать, стонать, ломаться, и будет вам дорого. Если ездить, будьте аккуратны, именно так, как она рассчитана. То есть, это некий гран-туризм. Зажигать на нем не надо. Хотите зажигать, купите другую машину. Тогда более-менее сносными деньгами ее можно, в принципе, обслуживать. Дешево все равно не будет. Например, свечки вот на этот V8, на котором мы сейчас едем, обойдутся где-то по 1800 за штуку. Вот, пожалуйста, умножайте. Воздушный фильтр, трешечку, топливный приблизительно столько же. Но, правда, вот цепь ГРМ уже 18 тысяч сразу. Бампер уже 60 тысяч. Плюс крепежи надо купить, плюс его покрасить же надо. Так что, чтобы хотя бы кузовщина не подкосила ваш бюджет, лучше страховаться здесь по каске. Тем более, что цена не особо убийственна. Порядка 5% от стоимости машины. Ну и вы же помните, что страховаться нужно у меня. Я сделала новый красивый сайт, он будет по ссылке в описании. Welcome, друзья мои. Радиатор кондиционера, который не видно, даже если открыть капот, очень тонкий, просто очень тонкий. Очень хрупкий и очень хлипкий. Два раза он выдерживает мойку максимум, а потом его все равно придется менять. Блин, как докучает этот звук, а? И просто вот он реально выносит мне мозг. Так неужели так все делают Порше, а? Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас есть Порше. Они так делают? Здесь хрустит салон очень сильно. В 2014 году после рестайлинга окончательно ушла в прошлое механическая коробка передач, которая здесь и так практически не встречалась. В России я на вторичном рынке ни одной такой машины не увидела. А автомата-то здесь нет, а здесь робот. Робот под названием ПДК. При слове робот у большинства автолюбителей начинается тряска. Я понимаю вас, ребята, у меня она тоже начинается. Так вот, ПДК у Порше, пожалуй, среди роботов самая-самая надежная коробка. А вот сейчас я вам как раз скажу то, что я чуть не забыла сказать. Машина очень широкая. По своим габаритам вы должны понимать, что вы покупаете. Возможно, эта машина будет вам некомфортна. В Москве, например, год за годом все сужают и сужают ряды. На этой машине может быть такое, что вы будете ездить и чертыхаться. Она огромная в ширину. Возвращаясь к Порше Доппель Куплунг. Это старейшая роботизированная коробка. Может быть, поэтому они сделали ее так, что она, ну, по крайней мере, какие-то там 150 тысяч километров не ломается. Конечно, надежности в 300 тысяч не ждите. Но 150 можно ожидать. Плюс работает коробка. Видите? Идеально. Идеально. Переключений вы не чувствуете. Две механические коробки объединены в одном корпусе. Соответственно, из сцеплений должно быть два. И их тут два. При поступлении команды на переключение одно сцепление размыкается, другое смыкается. Поэтому происходит так быстро. Но большинство роботизированных коробок устроены, на самом деле, по очень схожему принципу. Просто у разных есть разная ресурсность. Так вот, ПДК это, ну, в среднем имейте в виду, что 150 этот робот, даже если его рвать и драть, он все-таки живет. А цены на вторички на эту машину оказались не так уж и заоблачны. Дело в том, что славы Каена Панамере никак повторить не удалось. Эта машина очень здорово обесценивается, потому что она не так уж и супер популярна. Где-то от двух до трех миллионов вы купите дрова. От трех до четырех вы купите хорошую, живую, здоровую машину. Ну и, как всегда, все самые актуальные цены на автору по ссылке в описании. Есть еще такой прикол у Панамеры. Вы крутой человек, вы на Порше. Поднимаете стеклоподъемник, и вдруг весь вот этот вот блочок, вся панелька остается у вас в руках. Какого хрена думаете вы? А это, оказывается, их стандартная распространенная болезнь. Ты, конечно, спортплюс нажал, да? Спортплюс нажал. Ох ты, лялечка, ты моя. Я слышу, я вижу, я чувствую, я все делаю. Эх, сука, дождь. Вот этого, конечно, хрен знает, мало машин. У Lamborghini это было, я вспомнила. Ну, то есть у меня сейчас схожие ощущения с ураканом. Вот. Вот по вот этому звуку и вообще по всему. Музыка у нас тоже не самая дорогая. У нас здесь баус. Бывает еще бурмейстер, который меломаны очень любят. И, кстати, бурмейстер – это нематерное немецкое слово. Это фамилия одного человека, который делает прекрасные акустические системы. По частоте поломок с задирами двигателя, пожалуй, может соревноваться только без ключевой доступ, которого у нас тоже нет. Но в теории могу вам рассказать, что происходит следующее. Антенна, которая находится в ручке, выходит из строя. Менять приходится всю ручку. То есть открыть машину в таком случае вы можете только с ключа, чего не хочется, потому что без ключевой доступ у вас все-таки есть. Ручку придется менять целиком. Ее нужно будет купить за 5 тысяч, потом приблизительно за столько же хорошо ее покрасить, и еще за несколько тысяч ее поставить на место. Если, конечно же, у вас закончилась гарантия. Зеркала иногда выворачиваются в другую сторону. Как они это делают, хрен его знают. Но делают. И как вишенка на торте, точнее хвостик на заднице. Вот этот вот красивейший спойлер у Турбо, который стоит 120 тысяч рублей, а живет в российских условиях не очень недолго. Мотор здесь мощный, а механизм из пластика. Так что зимой оставьте-ка вы его открытым и так и держите. Владельцы Панамеры делятся на два лагеря. Люблю и ненавижу. Люблю, потому что езжу, все прекрасно, машина на гарантии, я ее продлил, ломается, да и хрен с ним, мне дают подменку, я крутой чел, у меня все хорошо. Ненавижу, потому что не продлил гарантию, купил на последние деньги, финансовая ситуация изменилась и так далее. Короче говоря, эту машину нужно покупать, обладая деньгами, ребята, и не забывать об этом. И лучше продлевать, конечно, гарантию, чтобы потом не плакать, как этот дождик.